В настоящее время, учитывая усиление негативных факторов в мировой экономике, правительством и Национальным банком разрабатывается пакет структурных реформ для обеспечения устойчивого долгосрочного роста экономикой и занятости. Во исполнении поручения главы государства Национальный банк приступил в текущем году к реализации комплекса мер по переходу к инфляционному таргетированию в среднесрочной перспективе. 15 июля текущего года Национальным банком было принято решение о расширении валютного коридора с целью обеспечения более гибкого и плавного формирования обменного курса тенге. Однако ситуация в глобальной экономике продолжает ухудшаться, снижаются мировые цены на основные экспортные продукты нашей страны, нефтеметаллы, что негативно сказывается на темпах роста ВВП и повышает уязвимость отечественной экономики внешним шоком. Снижение экспортных доходов оказывает негативное влияние на доходы республиканского бюджета и платежный баланс страны. В этой ситуации экономическая политика будет направлена в первую очередь на сохранение социально-экономической стабильности с целью недопущения спада производства, сокращения инвестиционной и кредитной активности, увеличения безработицы и снижения благосостояния населения. Необходимость поддержки комплекса структурных реформ правительства во всех секторах экономики создает объективные предпосылки к ускорению перехода к инфляционному таргетированию. Новая экономическая политика в условиях фундаментальных негативных изменений в мировой экономике требует новой денежно-кредитной политики для обеспечения баланса между экономическим ростом и стабильностью цен. В этой связи Национальный банк и правительство Республики Казахстан приняли решение приступить с 20 августа 2015 года к реализации новой денежно-кредитной политики, основанной на режиме инфляционного таргетирования, отменить валютный коридор и перейти к свободно плавающему обменному курсу. Обменный курс тенге будет формироваться на основе рыночного спроса и предложения с учетом фундаментальных внутренних и внешних макроэкономических факторов. Это означает, что изменения обменного курса могут происходить как в сторону ослабления, так и в сторону укрепления, что будет определяться ситуацией в мировой экономике и на внутреннем валютном рынке. Национальный банк не будет вмешиваться в формирование рыночного уровня обменного курса тенге, но оставляет за собой возможность участия на внутреннем валютном рынке путем проведения валютных интервенций в случае возникновения угрозы дестабилизации финансовой системы страны. Формирование обменного курса на основе рыночного спроса и предложения, без вмешательства со стороны государства, создав необходимые предпосылки для восстановления экономического роста, повышение кредитной и инвестиционной активности, создание новых рабочих мест и снижение инфляции до 3-4% в среднесрочной перспективе. Реализация новой денежно-кредитной политики, основанной на режиме инфляционного таргетирования, будет способствовать решению стратегических задач экономической политики, достижению долгосрочного устойчивого роста отечественной экономики, низкого уровня инфляции, повышения уровня занятости и улучшения благосостояния населения страны. Правительством и Национальным банкам будут приняты меры по поддержке социально уязвимых слоев населения и недопущению необоснованного роста цен, особенно на социально значимые продукты и услуги. Субтитры создавал DimaTorzok